Латвийский болельщик 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 Из Австралии. И тем не менее, вот сегодня, Игорь Вихров, ты остался в спортивной гимнастике, ты никуда не ушел, ты являешься тренером. Да. Где тебя можно найти, чем ты занимаешься, кого тренируешь? Ну, у нас Олимпийский гимнастический центр находится в Олимпийском центре Рига. И там мы занимаемся гимнастикой общеразвивающей, а также на результат. Вот этим я и занимаюсь, второй частью. Ага, то есть в вашей школе есть и детки маленькие, которые приходят к вам, есть тренеры, которые с ними занимаются, а есть, как ты, которые все-таки работают на результат, это уже самый высокий уровень. Да. А вообще вот за эти годы, Игорь, у тебя была возможность или мысль вообще уйти из спорта? Потому что я знаю многих наших олимпийцев, которые все-таки по разным причинам принимали совершенно неожиданные решения, с одной стороны, с другой стороны, вполне человеческие. Они просто решили, что в спорте им оставаться нет смысла, можно зарабатывать деньги другим способом. Ты все-таки остался в гимнастике, что я только приветствую, конечно. Ну, возможность была, есть и, наверное, будет, но мне очень нравится заниматься, чем я занимаюсь. Мне очень нравится тренировать и видеть, как дети добиваются своих результатов, неважно, какие бы они были, что они становятся лучше. Пока я вот еще вижу себя в гимнастике. Давайте поговорим с нашими молодыми спортсменами. Они на самом деле молодые, юные. Хотя ты сказал, что Ирина уже выступает по-взрослым, Олег будет выступать со следующего сезона. Олег, тебе вопрос. Этот год получился тоже насыщенным. Для тебя что означает быть гимнастом? Потому что я, по мне, честно говоря, каторжный труд. Потому что настолько сложный вид спорта, очень многогранный и не для хрупких плеч, скажем так. Как ты все это выдерживаешь? Ну да, но гимнастика для меня сейчас больше как работа. Я очень много времени уделяю гимнастике. Каждый день по два раза тренируюсь. Каждый день две тренировки? Две тренировки, да, как получается. А на учебу время остается вообще? Да, учусь. Ну вот твое такое самое яркое выступление, Игорь, не даст соврать, это Всемирные Олимпийские юношеские игры в Аргентине, которые прошли. И в двух видах программы ты попал в финал. То есть в трех видах. В восьмерку сильнейших. На самом деле, вот обыкновенная Олимпиада от юношеской практически ничем не отличается. Конкуренция такая же высокая, мне кажется. Ну конкуренция, скажем так, такая же, потому что отбор был вообще один от страны, и то не со всех стран из Европы. Поэтому мы попали, и при хорошей квалификации был этот старт, ну для юниоров это как взрослая Олимпиада. И получилось очень достойно выступить. Олег, ты вообще вспоминаешь те моменты, когда ты выступал на этих Всемирных Олимпийских юношеских играх, что больше всего запомнилось в Буанас-Айресе? Ну запомнились, конечно же, финалы. У нас была задача попасть в финалы, ну и мы выполнили эту задачу, и уже выход на финалы был очень круто. Это вообще, ну никогда... Что твой тренер сказал, Игорь, после того, как ты выполнил эту задачу? Ничего, поздравил меня, сказал молодец. Дальше будем уже выступать в финалах, смотреть. Но для тебя, Игорь, это выступление Олега в Аргентине было приятным сюрпризом, или в принципе ты рассчитывал на такой результат? Ну скажем так, шансов было на пяти снарядах попасть в финал, мы как раз 50 на 50. 50 не получилось, 50 не получилось, в худшем раскладе можно было не попасть никуда. Но он очень формат был сложный, каждый день в течение 7 дней были соревнования, подряд, каждый день. И он выдержал, что в принципе, ну, я думал, что где-то должен сломаться. Было очень тяжело, на тренировках очень тяжело, но на соревнованиях собрался и выдержал это. А парню 17 лет, да? Да. То есть еще юный возраст, хотя на спортивной гимнастике уже... Ну я скажу так, показал характер, хорошо тренировался, показал характер, где-то повезло, где-то нет. Будет так продолжать, надеюсь, будут результаты. Элина, к тебе вопрос. Продолжим мое предложение. Если бы я не стал гимнасткой, я бы стала... Это очень сложный вопрос, потому что, может быть, в художественную гимнастику я бы пошла, потому что я раньше занималась один год, когда мне было 6. Может быть, там и осталось. Но родители настояли, что лучше... Нет, я сама выбрала. У меня был выбор, потому что в художественной гимнастике поменялся тренер. И был выбор между двумя спортами. И я выбрала спортивную. И не жалеешь об этом? Нет. В этом году, в 2018-м, который уже заканчивается, главной соревнования у тебя был чемпионат мира в Катаре, в Дохе. Ты выступал среди взрослых. И в многоборье у тебя там 74-е место. Но главное, что выступало там, по-моему, полторы сотни гимнасток. И на самом деле пройти всю программу многоборья для такой юной спортсменки, это дорогого стоит, мне кажется. Игорь, вот объясни телезрителям, что значит многоборье. И почему место там 74-е для Латвии на данный момент, оно считается вполне-вполне успешным. Многоборье – это 4 гимнастических вида у девочек. Когда проходишь все 4 вида и сумма баллов. Участников было 300. Но 150 делали это многоборье. Полностью, да? Да, команда состояла там, ну, 5 человек, но, например, сборная Россия делала 3 человека. И большие страны, у которых есть 5 человек, они делали по 3 человека многоборье. Соответственно, вот этот результат и сложился из многоборья и из тех, кто перед ней. То есть, ну, она вот прошла с небольшими ошибками, конечно, первый раз. Не все так, как хотелось бы, но заняла посередине. Поэтому надеемся, что как Элина, так и Олег на следующем чемпионате могут квалифицироваться на Олимпиаду. Об Олимпийских играх мы еще поговорим. Элина, вообще, каково это тренироваться у своего отца? Потому что я знаю, что в других видах спорта это не приветствуется. В индивидуальных там все по-другому, но все-таки, я не буду там спрашивать, он строгий или либерал, или там... Ну, все равно, у вас особые взаимоотношения, я думаю, в спортивном зале. Дома они должны быть, по идее, совершенно другими. Да. Так ли это? Да, это так. Расскажи поподробнее, если можно. Какой он, тренер вообще? Ну, как все тренера, строгие, требовательные, без разных, не знаю. Игорь, а вообще, вот для тебя лично, все-таки, ты, по мне, еще молодой тренер, потому что, ну, хотя уже у тебя стаж тоже не маленький, но все равно для тебя какой-то новый опыт, да? И вот тренировать свою дочь, это к чему-то обязывает, или для тебя она равна среди других? Ну, в зале я стараюсь, конечно, уделять времени всем, ребятам, которые присутствуют, но я не расстаюсь с ней, когда еду домой. Да, и в этой связи тяжело найти эту красную линию, где ты тренер, где ты папа, но я стараюсь в зале быть тренером за залом папы, поэтому, ну... Получается или нет? Вот спросите, пожалуйста. Или получается, в принципе, вы дома говорите о спортивной гимнастике? Мы о спортивной гимнастике говорим, но не о моей, как бы, можем обсудить соревнования. Как другие, да, выступают о сложности, а так дома мои ошибки мы не разбираем. Мы разбираем в других местах, я понимаю. В зале спортивных. Зал это зал, это тренировки, а все-таки дальше это уже другая жизнь. Олег, ты сам из спортивной семьи, у тебя родители имеют отношение к спорту или, в принципе, нет? Ну, так, тесно имеют. Папа занимался плаванием. Ага, все-таки тоже, да. Ну, а кто тебя привел в зал и познакомился со спортивной гимнастикой? Ты помнишь тот самый день? Ну, я был маленький, мне было 4 или 5 лет. Родители меня просто отвели на гимнастику, что там занимался, бегал, прыгал, ну и вот так. Видимо, некуда было девать энергию лишнюю. Вот как раз гимнастика отличный способ. И так все закрутилось, завертелось, и ты уже как бы не уходил из-за. Ну, да, мне нравилось, я тренировался и продолжал, продолжал. У тебя есть, скажем, кумир в спортивной гимнастике, на кого бы ты хочешь быть похожим? Ну, у меня есть любимый гимнаст на данный момент. Он из Нидерландов, Барта да Урла. Он очень хорошо исполняет перекладину, мне нравится перекладина. Ну, вот пытаюсь на него как-то равняться и смотреть. А тебе довело с ним пообщаться как-то? Видел его на чемпионате Европы, ну, просто смотрел, как он выступал, как он тренировал. Но он не решился подойти, да? Не-не-не. Хорошо. Ирина, скажи, пожалуйста, вообще вот, с приемлемой гимнастики, это очень много снарядов на самом деле. Какие хочешь, возьми, они все сложные. Для тебя все-таки есть какие-то приоритеты? Ты ставку делаешь на один снаряд или все-таки на многоборье, скажем так? На многоборье у меня нет любимого снаряда, потому что все разные по-своему. Ну, и разные по элементам. Да-да-да. Вот. И мне нравится выполнять многоборье. И я стараюсь выполнить многоборье на чемпионате мира и попасть на Олимпиаду. Здорово. Игорь, ты в Сиднее получил золотую медаль по вольным упражнениям. Ты как-то, говорю, тренировок акцентируешь внимание на этом виде программы? Или, в принципе, для тебя это вольное упражнение, это как один из просто видов, ничего больше? Ну, люди разные, поэтому у кого-то получается одно лучше, у кого-то другое. И вот, возвращаясь к этому вопросу, для Элины еще непонятно, какой снаряд может выстрелить. Выстрелить, да-да-да. Потому что мы еще делаем все, и мы должны дойти до того уровня, какой-то из этих снарядов он будет получаться лучше или хуже. Потому что, ну, гены, то, все, ну, по-разному всякое. У Олега уже можно сказать, что он у нас гимнаст легкий, бесстрашный. Поэтому вот снаряд, как перекладин, у него уже видно, что ему дается легче, чем какие-то другие снаряды. Но это не говорит о том, что другие снаряды плохо. Конечно, конечно. Как он сам сказал, что вот ему он нравится. Ну, всегда нравится то, что лучше получается. Да-да-да. Тут ничего не сделаешь. Угу. Давайте поговорим все-таки о ближайшей перспективе. Все-таки Олимпийские игры в Токио, 2020 год. Тема очень актуальная. Я знаю, что для спортивной гимнастики это какой-то нонсенс, потому что всего лишь одни соревнования, по итогам которых и будет ясно, человек попадает на Олимпийские игры или нет. Что это будет за турнир? Это будет чемпионат мира за год до Олимпиады. В следующем году получается. В следующем году, на котором в Латвии на сегодняшний день, я вижу, есть три спортсмена, которые теоретически могут иметь шанс попасть на эту Олимпиаду. Третий кто это? Это Рихард Рамс из Венспилса. И вот надеюсь, все трое будут здоровы, и мы будем участвовать на чемпионате мира и будем пробовать квалифицировать. Что будет не так легко. Есть другие шансы, но они больше относятся к большим командам. Это как бы дополнение. Если команда попадает, то тогда дополнительно можно еще добрать людей. Нам там очень сложно, и в принципе у нас получается один шанс только. На самом деле, вот возраст ребят, да, там 17, 16, 18 лет, это такой переходный возраст, очень сложный, да, и организм меняется, и скелет тоже, там мышцы, все меняется. Да, все меняется. Как это преодолеть безболезненно, без травм? У девочек он как раз-таки тот возраст, который хорошо уже для, скажем так, для результата. Мальчик, конечно, все-таки попозже физиологически. Да. Преодолеть все методы хороши, кто-то проходит тяжело, кто-то легко, поэтому, ну, все разные, поэтому у кого-то пропадает растяжка, у кого-то пропадает сила, у кого-то пропадает оба, и еще и желание. Поэтому, чтобы это осталось, тут, ну, надо совместная работа, тренер, спортсмен, родители и все вокруг. Да вообще сегодня спортивная гимнастика в Латвии популярна. Как ты сам оцениваешь ситуацию? Ну, мы стараемся делать ее популярно в массе детей маленьких, как занимаемся общеразвивающей гимнастикой, чтобы больше детей занималось этой гимнастикой, а потом уже направление, если кому-то интересно, по спорту, в гимнастику, в атлетику, в плавание, куда угодно. И из этого мы пытаемся, конечно, сделать группы, которые дети интересы, родители интересы, есть какие-то данные для гимнастики. Элина, ты буквально, вот я знаю, до эфира говорили, совсем скоро уезжаешь в Москву, там тоже международный крупный турнир. Не страшно будет, хотя ты уже побывала на взрослом уровне на чемпионате мира, но все-таки в России там тоже высокий уровень спортивной гимнастики. Какие задачи ставишь в Москве на этом турнире? Ну, главное сделать всю свою программу и не ошибиться. Не ошибиться, да. Но для тебя что этот турнир будет означать? Это как бы подготовка к следующему сезону, несомненно. Хочется посмотреть себя в деле? Да, и также потренироваться для других соревнований. Олег, я знаю, что сейчас ты залечиваешь травму. Что у тебя случилось, если можно коротко? Спина, колени? У меня болела спина, и я год тренировался с больной спиной, съездил на Олимпиаду, выступил, приехал, решил провериться, а оказалось грыжа. Но, в принципе, для спортивной гимнастики такие рабочие моменты, как мне кажется, нет? Или все-таки это какой-то исключительный случай, такие травмы? Не, ну, у многих такое бывает. Такое у многих бывает. А сколько нужно времени, чтобы восстановиться полностью и дальше выступать? Ну, два-три месяца плюс-минус. То есть нужно паузу брать все равно, чтобы залечить травму, а потом уже дальше опять две тренировки в день и работать и работать? Да, так точно. Игорь, вопрос такой. Вот вспоминая твое выступление на Сиднейской Олимпиаде, скажи честно, вот сколько сегодня тебе нужно времени и тренировок, чтобы хотя бы приблизиться к тому уровню и повторить эту программу? Или это уже сейчас с годами невозможно физически даже? В моем возрасте, я думаю, это возможно, но и невозможно. Как бы технически это возможно, а, наверное, физически уже все-таки я не потяну. Потому что и травма, наверное, будет, и гибкость мышц как бы, ну, не выдержит такую нагрузку. То есть что касается молодых, ну, они могут все сделать. Они могут эту программу повторить неспокойно, но все-таки... Ну, у нас гимнастика ушла недалеко, но она развивается, прогрессирует, как и все. Ну, а стало сложнее технически или нет, если возвращаться к 2000 году? Чуть-чуть стало технически и чуть-чуть стало, наверное, больше всего. У нас как-то было там раз, два, три сложных элементов. А сейчас с тремя сложными элементами надо уже их шесть делать, восемь. То есть как-то добавилось вот количество этого всего. Убрали верхушку сложностей. И сейчас можно делать, что умеешь. Ну, что хочешь, как бы было бы. Ну, да. Хотеть можно многое, конечно. Что умеешь. И в этом плане, что, ну, она, конечно, прогрессирует, соответственно. Ну, Игорь, последний вопрос. Ты еще выступаешь. Я не хочу тебе принимать слово ветеран. Я тебе ветераном не представляю. Но ты выходишь там на ковер, на помост, чтобы продемонстрировать что-то? Или это уже все с этим покончено? Я так рад, что мы сейчас живем в мире технологий, где можно открыть любую программу и показать, как это было. То есть самому не нужно, да? Да, в принципе. Ну, и сейчас уже, конечно, можно взять последний чемпионат мира и посмотреть уже актуальные вещи, нежели 20 лет назад. Что ж, ребята, вам большое спасибо. Вот я знаю, что следующий год для вас определяющий, тем более, что главная цель – это участие на Олимпийских играх в Японии. Поэтому отлично вам выступить на чемпионате мира. Я буду за вас держать кулаки, переживать. Я думаю, что с Игорем Вихровым латвийская спортивная гимнастика будет продолжать шагать вперед. Спасибо. Всего доброго. Ну что ж, уважаемые любители спорта, в том числе и телезрители, наша программа подходит к завершению. Напомню, что мы сейчас говорили о спортивной гимнастике латы и в гостях у меня были Игорь Вихров, наш олимпийский чемпион, его дочь и спортсменка Элина Вихрова и гимнаст Олег Иванов. Игорь Вихров, наш олимпийский чемпионат Олимпийский чемпионат Олимпийский чемпионат Олимпийский.